Ныне и пресно женщин повсюду просят заткнуться и сесть, а не то. Что? Что является проявлением глубокого, убежденного женоненавистничества. Все это – откат назад в развитии общества. Мне также ясно, что одной из задач тех, кто отрицает важность биофизического пола, является размывание концепции общих для всех женщин и только для природных женщин реалий. Насколько я могу судить, многим это представляется жестокой сегрегацией. Мне даже кажется, что некоторые видят угрозу в том, что женщин объединяет общее биофизическое и эмоциональное пространство. И что оно четко выделяет женщин в связанный политический класс. Те несколько сотен L писем, что я получила за последние несколько дней, подтверждают, что вышеупомянутое размывание беспокоит многих других настолько же сильно, как и меня. Нам, природным женщинам, теперь уже недостаточно быть союзниками транс-людям. Мы, видите ли, должны полностью принять догмат о том, что нет существенной разницы между нами и транс-женщинами, то есть бывшими мужчинами. Но, как многие женщины уже сказали до меня, женщина эст не костюм. Женщина не эст просто отвлеченная идея в сознании мужчины. Женщина эст не розовое сознание, не любовь к Джимми Чуссу и никакие другие сексистские стереотипы, которые ныне почему-то подают как прогрессивные. Более того, политкорректный язык, который называет прирожденных женщин менструаторами и людьми с половыми губами, представляется многим женщинам чрезвычайно унизительным. Я понимаю, почему транс-активисты считают такую терминологию уместной и тактичной. Но для тех из нас, кого подобными словами оскорбляли перед побоями мужчины, она, такая терминология, корректной не представляется. Напротив, эти слова звучат враждебно и вызывают отторжение. Кстати, насчет мужского насилия. Вот и пятый пункт, по которому я глубоко обеспокоена потенциальными последствиями новой волны трансгендерного движения. На данный момент моя личность пребывает в публичном пространстве более 20 лет. И я ни разу прилюдно не говорила о пережитых мною случаях семейных побоев и о попытке изнасилования, через которую я прошла. Я молчала об этом не из стыда, а из-за застарелой боли, которая мгновенно возвращается, стоит только вспомнить об этих событиях. Также у меня были соображения защиты моей дочери от первого брака. Я не хотела брать на себя исключительное право на историю, которая принадлежит и ей тоже. Однако, некоторое время назад я спросила ее, как бы она отнеслась к тому, что я публично расскажу об этой части моей жизни. И дочь поддержала меня и дала свое соизволение. Я расскажу о тех событиях не для того, чтобы снискать сострадание, а из солидарности с неимоверным количеством женщин, переживших сходное, и которых так же клеймили зашоренными за то, что они высказывали опасения по поводу разрушения привычных однополых пространств для женщин, типа туалетов, примерочных, спортивных раздевалок, бань и так далее. С известными трудностями, но мне все же удалось вырваться из моего первого брака, омраченного насилием, и теперь я замужем за поистине благонравным и принципиальным человеком, который обладает таким уровнем внутренней уравновешенности и гармоничности, о каком я не могла и мечтать. Я не ожидала встретить такое в мужчине и за миллион лет. Но, к сожалению, эмоциональные шрамы, оставленные насилием, никуда не деваются. И не важно при этом, насколько сильно тебя любит новый близкий человек, и не важно, насколько ты разбогатела. Моя беспрестанная нервозность стала у нас семейной шуткой, и даже мне самой бывает смешно. Но я молю Бога, чтобы у моих дочерей не было тех же причин для болезненной реакции на внезапные громкие звуки, что и у меня. Я надеюсь, что их не будет охватывать безотчетный ужас при внезапном обнаружении прямо у них за спиной кого-то, безшумно подошедшего. Если бы вы могли заглянуть мне в душу при моем прочтении очередной заметки об убийстве транс-женщины маньяком-мужчиной, то вы бы увидели солидарность и сострадание. «Глубоко во мне живет внутреннее ощущение такого же слепого ужаса, в котором эта женщина провела свои последние секунды на этой земле, ибо я знавала подобные моменты. В те мгновения малейшая провокация могла привести к срыву шаткого самообладания моего обидчика, и мне бы тут же пришел конец». Я полагаю, что большинство трансгендерных людей не представляет никакой угрозы для общества. Напротив, они необычайно уязвимы. Как и природные женщины, они имеют большую вероятность погибнуть от рук своих секс-партнеров. Особому риску подвержены темнокожие транс-женщины, работающие в сфере сексуальных услуг. Как и любая другая жертва насилия, я ощущаю исключительно солидарность и сострадание к транс-женщинам, потерпевшим издевательства мужчин. Так что я хочу, чтобы общество обеспечивало транс-женщинам безопасность. Но только с оговоркой. Их безопасность не должна приходить за счет подрыва безопасности прирожденных женщин и девочек. Нельзя распахивать настиж двери женских туалетов, раздевалок и примерочных любому мужчине, который вдруг почувствует себя женщиной. Как я уже говорила выше, сегодня во многих странах сертификаты половой принадлежности выдают без требования хирургического и гормонального вмешательства. В субботу утром я прочитала, что правительство Шотландии намеревается претворить в действительность свои рисковые законопроекты в сфере признания половой принадлежности. По сути, эти реформы сводятся к тому, чтобы позволить любому мужчине легко и просто стать женщиной, сказав об этом. Повторю еще и еще раз. Для того, чтобы его признали женщиной, ему нужно будет просто сказать, что он эст женщина. Употреблю тут молодежное словечко. Статья о планах шотландского правительства меня цепанула. Обескураженная непрекращающимися атаками со стороны трансактивистов в моих соцсетях, хотя я зашла туда только, чтобы ответить тем детям, которые нарисовали картинки к моей книге во время режима изоляции. Я провела изрядную часть дня в состоянии глубокой удрученности, снова и снова невольно вспоминая попытку изнасилования, которую я перенесла в 20-25 лет. То нападение произошло, когда я была эмоционально беззащитна и уязвима. И один мужчина почувствовал это и извлек максимум из той ситуации. Боль тех воспоминаний смешивалась с гневом и разочарованием от действий правительства моей страны, которая, как мне представляется, залихватски топорно и поспешно отметает соображение женской безопасности. Поздно вечером в ту субботу, листая перед сном рисунки детей, я на миг забыла первое правило щебеталки. Никогда, никогда не жди взвешенной и тонкой беседы. И отреагировала на унизительные, по моему мнению, наименования, придуманные для женщин. Я высказалась о важности понятия прирожденного пола и с тех пор плачу за это высокую цену. Меня обзывают трансофобкой, стервой, тирфой и ПЗД. Меня де надо вычеркнуть из жизни, дать мне в рожу и убить. «Ты, Еси, Вольдеморт», написал мне кто-то, очевидно полагая, что уж такое сравнение меня проймет. «Было бы намного проще запустить на орбиту общественного мнения текстограмму, щедро приправленную идеологически одобренными тематическими бирками. Потому что как же можно не поддерживать такой бесспорный факт, что транс-жизни важны, правда? Просто приобщись к просвещенному сообществу поборников движения за права транс-человека и пожинай плоды добродетели, всеобщее поглаживание и полный комфорт. Мимикрировать и подстраиваться под большинство так легко, радостно и безопасно. Еще одна меткая мысль Симоны де Бовуар. Вне сомнения, гораздо легче терпеть слепое рабство, чем прилагать усилия к собственному освобождению. Верно и то, что мертвым на земле легче, чем живым. Огромное количество женщин испытывает ужас при мысли о транс-активистах, что оправдано. Многие и многие сотни тех женщин, которые поведали мне свои истории, говорят о том, что боятся кражи и опубликования своих личных данных, боятся потерять работу и средства к существованию, боятся физической расправы. Но, несмотря на то, что назойливое негативное внимание мне бесконечно неприятно, я отказываюсь прогибаться под нападками активистов движения, которые наносят неоспоримый вред, стремясь размыть понятие женщина как биофизический и политический класс. Добавок агрессивных хищников, прячущихся за внешней вывеской движения, в трансгендерном движении больше, чем где бы то ни было. Я выражаю солидарность с теми отважными мужчинами и женщинами гомо, гетеро и транс сексуальными, кто вступается за защиту свободы слова и мысли и за права самых уязвимых в нашем обществе, хрупких подростков, юных гомосексуалистов и женщин, желающих оградить свое физическое пространство от посягательств. опросы общественного мнения показывают, что таких женщин преобладающие большинство. Те же, кто не разделяет таких опасений, суть часто те привилегированные счастливецы, которые ни разу не сталкивались с мужским насилием и которые не потрудились почитать о том, насколько оно распространено. Единственное, что меня обнадеживает, это то, что женщины, способные организовываться и протестовать, делают это. И рядом с ними, образно говоря, маршируют воистину нравственные мужчины и трансгендерные люди. Политические партии, стремящиеся угодить самым громким крикунам в этой дискуссии, не придают значения опасениям женщин на свой страх и риск. А женщины британского королевства, преодолевая партийные разногласия, сходятся в своей озабоченности атмосферой запугивания и тем, как размываются их права, отвоеванные с таким трудом. Я беседовала со многими женщинами, критически относящимися к догматам трансгендерной идеологии. Ни одна из них не испытывает ненависти к транс-людям. Напротив, многие из них и темой-то этой заинтересовались изначально из желания помочь транс-молодежи. А теперь мы искренне сочувствуем добавок еще и транс-людям более старшего возраста, потому что им не дают спокойно жить самые прогрессивные активисты транс-движения. Часто можно услышать от более возрастных транс-людей такое «Я под такую агрессивную пропаганду не подписываюсь и никогда не подписывался». Наивысшая же ирония со словом «тирфа» заключается в том, что попытка заткнуть женщинам глотки этим ругательством привела ровно к обратному эффекту. За последние десятилетия движение радикального феминизма пополнило свои ряды огромным количеством новоприбывших молодых женщин. «И последнее я написала это эссе не для того, чтобы кто-то играл мне на жалостливой скрипке, пусть даже на самой крошечной. Мне хочется видеть себя сильной и удачливой, не жертвой, а уцелевшим в боях бойцом. Я поведала о темных эпизодах из своего прошлого только чтобы показать, что у меня, как и у любого другого человеческого существа на нашей планете, есть сложная предыстория, формирующая мои интересы, страхи и взгляды на жизнь. Я всегда пометую о сложности, неоднозначности и внутренних противоречиях каждого из нас, когда я создаю своих литературных героев. И, разумеется, я пометую об этой внутренней противоречивости при обсуждении темы трансгендерных людей. Так вот, я прошу лишь одного, чтобы ко многим миллионам женщин, кои провинились лишь тем, что выразили свою озабоченность опасными тенденциями, чтобы к ним проявляли то же сочувствие и понимание, на которое готова я, чтобы их выслушивали без последующей ругани и угроз. лоха тенденции. Продолжение следует...